Три вида воздействия, которые заставляют наши мышцы расти. В основе натурального тренинга лежит постоянное увеличение стресса для мышц. Этот стресс – важный компонент их роста. Он поддерживает гомеостаз в нашем теле. Именно стресс вместе с поддержанием гомеостаза и является основой трех основных условий набора мышечной массы. Чтобы расти, вам нужно давать мышцам больший стресс, чем тот, к которому они адаптировались. Как это сделать? Главное – постоянно увеличивать рабочие веса. Напряжение мышц создает изменения в химических процессах внутри мышцы, что создает такие предпосылки для роста, как активация МТОРа, внутриклеточного протеина, который является сигнальным элементом, регулирующим развитие гипертрофии мышечных волокон и клеток сателлитов. Если вы когда-нибудь чувствовали боль в мышцах после тренировки, это показатель локальных мышечных повреждений от нагрузок. Именно локальное повреждение и активирует клетки сателлиты. Это не значит, конечно, что для этого вы обязательно должны чувствовать боль. Но повреждения мышц все-таки должны быть. Болевые ощущения обычно проходят со временем, благодаря другим процессам. Если когда-либо вы чувствовали пампинг, кровяное наполнение работающей мышцы на тренировке, значит это был эффект от метаболического стресса. Бодибилдеры считают, что именно памп заставляет мышцы расти. Отчасти с этим согласны и ученые. Метаболический стресс позволяет мышцам расти, хотя сами мышечные клетки при этом не обязательно становятся больше. Так получается из-за поступления в мышц гликогена, помогающего им увеличиваться за счет роста соединительной ткани. Такой процесс называется саркоплазматической гипертрофией, с которой можно выглядеть крупнее, не наращивая силовые показатели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok